Всем моим зрителям, всем моим подписчикам, всем моим друзьям виртуальным и реальным огромный-огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Меня зовут Карина. Я погляжу, что уже очень много девчонок сняли видео про пустые баночки. Января 2016 года. Ну, мой канал тоже на подходе, поэтому... Кому интересно посмотреть на мой тазик пустоты января 2016 года, то приятного всем просмотра! Сейчас вы это все и увидите. То, что мне понравилось, что мне не понравилось или разочаровало, на что я просто закрою глаза и наплюю три раза, и больше никогда брать не буду. В общем, поехали! После вот этой вот горки пустых баночек сейчас расскажу поподробнее. Конечно же, на каждую пустую баночку дам свой код. Начать хочу с самых объемных и емких бутылок, которые у меня закончились в январе 2016 года. Это, конечно же, средство для стирки. Как раз стиральная машина меня не подвела, и где-то на заднем фоне, не знаю, услышите или нет, звук полоскания. Ну да ладно. Ласка закончилась. Я всегда беру вот в таком зеленом флаконе, это для цветного белья, гелевый вариант. Ну, не знаю, я консерватор в этом плане, не люблю я как-то рисковать и эксперименты ставить. Если ничего более бюджетного и более экономного и более качественного я не нахожу на прилавках магазинов, то я всегда беру ласку. Проверенный вариант и остаюсь всегда ей довольна. И еще один проверенный продукт, который тоже мне никогда не подводил, это кондиционер для белья концентрат во флаконе 1 литр, 8 недель свежести, свежий бриз. Зачастую я всегда беру голубой цвет вернель, потому что он, мне кажется, более нейтральный, более приятный, ну и ненавязчивый для одежды. По уходу за волосами у меня закончился шампунь от фирмы Avon серии Naturals. Это черная репа и туя, активное очищение. Я беру этот шампунь для жирных волос. Хочется вспомнить отзыв одной из моей подписчицы, которая сказала, какой-то бабушкинский запах. Да, действительно, запах не совсем уж приятный и впечатляющий, но бывает, что мои жирные волосы требуют вот именно такого вот очищения, чтобы потом они именно форму держали и без мусса для волос. Пользоваться каждый день, конечно, я бы не посоветовала, да и сама я каждый день им не пользуюсь. Ну вот не знаю уж с какого-то месяца, все-таки я эту бутылочку добила, жалко было выбрасывать. Когда-никогда все же я буду брать этот шампунь, несмотря на его запах. А вот следующая парочка по уходу за волосами, которая у меня закончилась, у меня вызвала какое-то двоякое впечатление и двоякое мнение я тоже выскажу на эту парочку. Это шампунь и бальзам-кондиционер для волос L'Oreal L'SF Fibrologia. Уж не знаю, хвалить или ругать, это для волос, лишенных густоты. Я не скажу, что у меня волосы не густые, а еще более того, что они у меня жидкие. Нет, на это я не жалуюсь. Но вот решила попробовать. Знаете, если использовать когда-никогда, то эффект создается с салонного ламинирования. Уж очень волосы становятся как будто силиконом покрытые. Но если использовать этот шампунь регулярно, я имею в виду то, насколько регулярно используете вы. Я, например, бывает, что раз в два дня мою голову, а то и каждый день, потому что волосы у меня жирные. И могу сказать, что этот шампунь уже какое-то совершенно иное влияние оказывает на мои волосы. Они становятся какими-то рассыпчатыми. Я не могу с ними совладать. Короче, я понимаю, что силикона уже становится слишком много на моей голове. И понимаю, что надо от него отказаться на какое-то время. Поэтому я думаю, что этот шампунь и этот бальзам можно назвать помощником в качестве салонной процедуры, но не каждый раз. В душе я использовала на этот раз гель для душа от Avon серии Senses «Зимнее волшебство» с ароматом малины и яблока. Я уже делала как-то отзыв на него, когда делала заказ от Avon и заказывала вот этот гель для душа. Вот всем-то он хорош и по консистенции, и по воздействию на кожу, и по запаху. Но опять же повторю, не очень-то он хорош по своему цвету. Не знаю, что за краситель туда добавляют, но вода в душе течет аж не то что розового, прям красного цвета. Вот это-то меня и смущает. А в целом гель неплохой. Ну и конечно же, в качестве дополнения к гелю для душа я использовала «Скраб для тела». Это освежающая морская лагуна с витамином Е, все от того же Avon. Не скажу, что самый ядреный «Скраб для тела», но готова все ему простить только лишь за его аромат. Те, кто любит морские свежие ароматы, без всякой сладости, думаю, что им он тоже понравится. 200 мл, ну вот закончились, не скажу, что за месяц, это гораздо более долгий срок, но все же я осталась им довольна. Раз уж я вам упомянула о «Скрабе для тела», зачастую все же я делала уклон, чтобы не было растяжек. Конечно же, надо скрабировать кожу, находясь тем более в моем положении. И поэтому сразу в догонку расскажу еще об одном продукте от фирмы «Мама Комфорт». Это крема для тела от растяжек, гипоаллергенная, активное действие. По цене, скажу, что он стоил достаточно бюджетно. Я бы сказала, так как бюджетные средства у нас считаются в пределах до 300 рублей. Он стоил 182 рубля 50 копеек, по крайней мере в Тверской области, в наших аптеках. Такая цена была на него. А вот радоваться ему, хвалить его или нет, это понятие все-таки растяжимое. Пахнет он немножечко огурчиком, свеженько, никакой сладости. Хорошо впитывается в кожу. Но, и вот это но перекрывает все его положительные стороны. Проходит буквально минут 15-20, а получаси я даже уже не говорю, и кожа становится вряд ли увлажненной. И на коже уже не чувствуется даже присутствие этого крема. То есть, куда он уходит, насколько он действует на 15 минут. И через каждые 15 минут мы должны повторять процедуру. Я думаю, что это бред сумасшедшего. Поэтому я такой крем не посоветую и сама больше брать не буду. Расскажу о продуктах для умывания, которые у меня закончились. Это аж три штуки. И от разных фирм разное воздействие имели. Во-первых, от Avon, конечно же, куда без Avon. Началась пенка для умывания из серии Nutri Effects. Приятная, хорошо выдавливается, поскольку флакончик идет с помпой. Поэтому удобно в использовании. Не скажу, что супер-пупер очищает кожу, но на лице приятные ощущения. Второй продукт для умывания, который у меня закончился из серии Я Самая. Это мусс для умывания. Вот такой вот наивный девичий флакончик Mickey Mouse. Пенка и пенка. Больше о ней сказать и не могу. На каждый день, без создания какого-либо эффекта и всего. Больше всего я, конечно, осталась довольна третьим средством для умывания. Это от фирмы Propel. Гель для умывания. От черных точек, активного действия. Основательно очищает поры, адсорбирует кожный жир, устраняет жирный блеск. Он идет с древесным углем. Единственный недостаток, который для женщины, возможно, придаст какое-то неудобство, ну или некомфорт на лице, это все же черный цвет. Пленочка на носике осталась, она черного цвета. Если вас смущает черный цвет грязи на вашем лице при умывании, конечно, вам он не подойдет и вряд ли вы им останетесь довольны. Но с другой стороны, потерпеть такое неудобство или, скажем, недостаток, ради того, чтобы все же получить очищенное лицо с красивой ухоженной кожей, я думаю, что на этот недостаток можно закрыть глаза. Я утверждаю, что фирма Пропеллер производит неплохие продукты, довольно качественные. Я беру еще один товар от этой фирмы, это очищающие полоски для носа. Я всегда беру классические. Я не скажу, что у меня есть черные точки на носу, и именно их я очищаю, но у меня очень расширенные поры, которые немножечко засоряются. И чтобы все-таки макияж выглядел эффектно и не было никаких шелушений, и тональное средство или другие косметические продукты ложились аккуратно, я очищаю все же нос такими полосками, которые дают реальный эффект. Ну, я думаю, что у каждой женщины, девушки, девочки в течение месяца заканчивается такой продукт, как ватные диски. Я брала фирму Катэ, брала, кстати, в магазине Фикс Прайс, у меня было 140 штук. Для меня самое важное, чтобы ватные диски не расползались, не разлетались в руках. К ним я таких нареканий не имею, поэтому с удовольствием использовала. Ну, и как вы уже успели заметить, у меня в приоритете все же продукты от фирмы Эйвон. У меня закончился флакончик, опять же, от Эйвон. Это сушка для лака со спреем. Я люблю эту сушку, она меня во всем устраивает. Единственный недостаток, который бы сочли многие женщины для себя, это масляничная структура. При разбрызгивании на руки все же не очень-то приятно сидеть, когда ощущение на руках какого-то масляного раствора. Ну, я думаю, чтобы получить эффектный маникюр, можно потерпеть и этот недостаток. Поэтому я не обращаю на это внимания и, конечно же, буду брать еще. Такой вот ассортимент продуктов у меня закончился в январе. С удовольствием посмотрю видео продуктов, которые закончились у вас. Оставлю свои отзывы, чего и от вас тоже жду. Оставляйте ваши комментарии, пишите отзывы на продукты, которые вы здесь увидели, которые, возможно, тоже использовали. Может быть, я что-то недооценила. Ставьте ваши лайки, если вам понравилось видео. Отписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Оставляйте запросы на очередные видео на моем канале. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. О них и в пустых баночках успокоилась. Вот, я выполнила свою миссию. Встала, пошла и увидела, что я еще не включила одну баночку. Поняла. Не буду я переснимать видео. Вот как сняла, так сняла. Расскажу вот о ней еще отдельно, так, как обещала, потому что рассказывала в посылке от Оксаны, которая мне пришла, что в пустых баночках я обязательно про этот гель для бритья расскажу. Сатин Кеа, гель для бритья, женский, такой вот маленький аккуратненький флакончик. Я уже говорила, что я у мужа всегда тырю, его гель для бритья использую. И все время я всех уверяла. Ой, разницы никакой не вижу. Нет, ну конечно же я вижу разницу, что этот гель понежнее, поприятнее, по воздействию на кожу. И думаю, что одна из моих зрительниц, которая написала комментарий на меня не обидится, она, оказывается, изобрела свой способ. Я, правда, его еще не пробовала, но расскажу вам. А вдруг кому-то пригодится, кто-то будет использовать тоже. У нее не было под рукой геля для бритья. Ну, в порядок себя привести, естественно, надо было и что делать. И она решила попробовать кондиционер для волос. Я так понимаю, это любой бальзам-ополаскиватель для волос подойдет. Говорит, волосы на ногах стали идеально шелковые и легко удалились. Это ноу-хау, способ очередной по удалению волос. Поэтому мотайте себе на ус. Ну, естественно, не в прямом смысле, не дай бог каждому усов. Но все же, может быть, действительно стоит воспользоваться. И действительно, это будет эффект на ногах. Вот на этом тогда я с вами уже и прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока.